Азербайджан и Европу связывают давние отношения. Азербайджанское общество долгое время видело в Европе идеал, к которому нужно стремиться. Отчасти это было справедливо. Однако сейчас на новом витке исторического развития по всем законам диалектики Азербайджан снимает с себя ментальную зависимость от Европы. Безусловно, Запад нужен Азербайджану, но здесь логически возникает вопрос, кто, кому все-таки нужен больше, Европа, Азербайджан или Азербайджан в Европе. Тему продолжим с политологом Сагелем Искандеровым. Здравствуйте, Сагель Мелем. Добрый день, Телефан. На протяжении долгих лет, всех лет практически независимости Азербайджан уделял особое внимание развитию отношений с Евросоюзом. Мы хотели наладить равноправные, достаточно продуктивные связи со странами ЕС. Но вот сегодня Европа, опять же, должна ответить себе на вопрос, намерена ли она быть партнером, другом Азербайджана с перспективой выхода на новые рубежи или же все-таки поддерживая Армению, ее реваншистские мотивы против Азербайджана проводить вот такую вот бесперспективную политику враждебности в регионе? Откровенно говоря, понимаете, был такой период, действительно, уже это постсоветский период, когда Запад, в том числе Европейский Союз, очень были важны для выстраивания взаимоотношений и с этим постсоветскими странами. И, естественно, эта страна как бы в течение большого периода там истории являлись именно примером подражания, примером там сотрудничества. Но, к сожалению, последние несколько лет, я бы сказал, последние, как минимум, последние десятилетия там, понимаете, к сожалению, началось как бы устраиваться такие взаимоотношения, где Европа, Миросоюз практически там в диалоге с этими странами, в частности с Азербайджаном, там старались занимать как бы там менторский там тон, принимать место менторский тон. К сожалению, это очень неприемлемо, двусторонние взаимоотношения, уравно практически все взаимоотношения. И, между прочим, ваш покорный слуга там несколько раз при встрече с представителем Евросоюза, там определенный представитель Евросоюза в Баку, несколько раз об этом выражал им свое такое недовольство, там такую позицию такую. И тем более в вопросе того, касающегося того момента, о котором вы упомянули, там насчет того, что во взаимоотношениях Азербайджана, однозначно, понимаете, по отношению Азербайджана, ну, в вопросе Армении там занимают по отношению Азербайджана вот как-то враждебную позицию. Сначала я бы сказал не откровенную враждебную, а как бы там другую, там более превалирующую проармянскую позицию. Но, естественно, такие вопросы, такие моменты не проходят бесследно. И Азербайджан в этом плане, даже практически там Азербайджан, выражая политическую волю и политическое там, как бы скажем, уважение, во взаимоотношениях, никогда не шел на обострение с Евросоюзом в том числе. Но, как говорится, чем дальше влезть, тем больше дров. Почему-то Евросоюз и некоторые определенные силы воспринимают как бы слабость Азербайджана, там, в принципе, да, Азербайджан принимает их там доминирующую роль. Это вовсе не так. Просто Азербайджан во всех своем отношениях, не только с Евросоюзом, всегда старается с большим уважением относиться к противоположным сторонам. Но, когда в таком вопросе, армянском вопросе, когда практически Евросоюз выступал сообщником армянской агрессорской политики, естественно, уже этого терпеть невозможно было. И еще больше там провалов в этом вопросе там появились, вот именно провалы там проявились, вот когда уже эта брюссельская платформа в контексте налаженного взаимоотношения, нормализации отношений в постконфликтный период, когда уже, к сожалению, вот какие надежды были на эту платформу, в том числе и в первую очередь на самого председата Евросоюза, этот Евросоюзный опыт господина Шарля Мишеля, но, к сожалению, потом его нелицеприятные очень такие там заявления, когда уже практически там тоже он занял проармянскую позицию, Азербайджан уже не может в этом плане не учитывать такие моменты. И, естественно, да, Евросоюз, в принципе, Запад нужен Азербайджану, но надо ставить вопрос еще в такой плоскости, а насколько сам Азербайджан очень важен как партнер для Евросоюза. Не надо, нельзя упускать из-за того, что когда там, образно говоря, когда пришимил там Евросоюз насчет этих альтернативных источников энергоносителей, в первую очередь там по доставке там, по обеспечению там газа, куда Евросоюз в первую очередь обратился? Именно в Азербайджан. Азербайджан, поскольку там Азербайджан в этом плане уже, с некоторых пол играет там очень важную роль в обеспечении безопасности Евросоюза, Европы. Вот о чем идет речь. И с другой стороны, да, если бы действительно там был, там, скажем, какие-то моменты, действительно там, да, в Азербайджане вопрос армяно-забайджанственном отношении, да, Евросоюз там выступал бы, скажем, с позиции там соблюдения норм международного права. Но, к сожалению, наоборот, все было там. Да, нечем было, и нечем есть упрекать Азербайджану. Понимаете, вот о чем идет. То есть, да, они ведут, скажем, откровенно говоря, там очень большую игру, очень непростую борьбу против России за усиление внимания, влияние там Запада на Южном Кавказе. И в этом плане используют армянский вопрос как инструментарий давления на Азербайджан, чтобы там Азербайджан тоже там занял как-то антироссийскую политику. Или, скажем, Азербайджан, никоим образом не давать Азербайджану закрепить свои удачи, свои победы на поле боя, там, по освобождению своих территорий, обеспечения своими территориями. Понимаете, это очень грязная игра. И причем в этом плане, да, Евросоюз, наверное, должен пересматривать свои взаимоотношения. В конечном итоге, опять же, тогда получится то, что, да, вот если это получится, что игра в одни ворота, да, вот мы от Азербайджана там, в принципе, там, аждами это это, Азербайджан там как бы обязан выполнить это все, все эти вопросы, все эти моменты, а вот мы Азербайджан абсолютно ничего и не должны, поскольку мы являемся как бы диктующей стороной. Понимаете, такой, это уже не диалог, это, как это получается, монолог, причем игра в одни ворота. И азербайджанская сторона никогда, и азербайджанские власти никогда не воспримут такое там поведение и таких взаимоотношений. И поэтому я думаю, что им пока не поздно пересмотреть свои взаимоотношения. Да, действительно, вот к западным, скажем, там, технологиям, к западному миру нам важен, но им не менее важен Азербайджан, который обеспечивает очень надежную роль, вернее, там, роль моста между Западом и Востоком. И, в принципе, они сами понимают, вот этот серединный коридор, который где вот действительно без участия Азербайджана абсолютно невозможно реализовать. И, естественно, это тоже является одним из очень мощнейших альтернативных проектов, где Евросоюз наконец-то пытается, допустим, освободиться, там, избавиться от зависимости, скажем, российских дорог. Вот о чем идет речь, понимаете? И в этом плане, я думаю, что Евросоюзу практически там нет другой альтернативы, как кроме с Азербайджаном выравнивать свои взаимоотношения, чем, допустим, поддержать, опять же, какие-то амбиции армянства. И весь вопрос в том, что если армянство и Армения такие уж важные игроки для Евросоюза, и, в принципе, флаг ему в руки, как говорится. Посмотрим, в количестве мы только чего дадется. Азербайджан, понимаете, ведет такую политику. Азербайджан, в принципе, там отвечает на вопрос такой, скажем, да, вот. Вы с нами или против нас? У Азербайджана есть альтернативный вопрос. Кто рядом с нами? Не с нами, а рядом с нами. Вот о чем идет речь. Почему позиция Азербайджана я знаю, и в том числе для Евросоюза. Мы всем предлагаем взаимовыгодное политико-экономическое, там, гуманитарное сотрудничество. А то, что там они ведут с кем-то какие-то геополитические игры, Азербайджан, в принципе, против такого постановки вопроса, что вот, да, Южный Кавказ должен превратиться в площадку там геополитической борьбы, геополитической баталии. Это ничего хорошего, хорошего региону не судит. И вот в этом плане, почему Азербайджан должен следовать там, скажем, каким-то, образно говоря, указом, каким-то там дорожным картам Евросоюза, когда Азербайджан сам является одним из акторов, который формирует там оригинальную международную конъюнклую. Да, действительно, мы в целом хотим наладить равноправные, продуктивные связи и, как говорится, придерживаемся этой политики. Спасибо большое. Сагиль Искендаров, политолог, к нам подключался. Продолжение следует...